Всем привет! В этом небольшом видео я расскажу про спектрометрический сцентиляционный детектор Atom Spectre 3, покажу его работу и калибровку. Вот такой у нас детектор. Он рассчитан на работу в полевых условиях и подключение к iPhone, iPad, в будущем к телефону с Android, либо к ноутбуку. При подключении к микрофонному входу устройства наш детектор видит, что его подключили и включает питание автоматически. Сразу же запускаем программу GeoGearBot и идем в настройки. Идем в раздел Device и выбираем устройство Atom Spectre 3. Убеждаемся, что режим гамма-спектроскопии у нас включен. Сразу же переходим в экран спектра и мы уже видим спектр нашего радиационного фона. Для калибровки мы используем разрядник Signalite SG77, который обладает прекрасным свойством давать две линии спектра. Это 31 кВт и 662 кВт. Пока набирается спектр, я немного расскажу про наш детектор. Детектор выполнен на основе монокристалла иодидонатрия, активированного ТОЛЕМ. Размер кристалла 16 на 40 мм. Диаметр 16, длина 40 мм. Кристалл сопряжен с фотоэлектронным умножителем спектрометрическим. Также внутри находится схема для питания фотоэлектронного умножителя стабилизированным напряжением и схема обработки сигнала с анода фотоэлектронного умножителя. Схема питается от небольшого литий-ионного аккумулятора, которого хватает примерно на 15 часов непрерывной работы. Заряжается он от USB-порта. Время зарядки примерно полтора часа. Чувствительность детектора к гаммоизлучению достаточно высокая. Порядка 6-6500 импульсов на микрорентген дозы. Соответственно, при типичном радиационном фоне 10-15 мкг в час, мы от него получим от 1000 до 1500 импульсов в минуту. Такая высокая чувствительность позволяет его использовать как хороший поисковый детектор. Вот прошло какое-то время, у нас накопился спектр, можно приступить к калибровке. Сейчас я его растяну на весь экран, чтобы было лучше видно. Вот у нас основной пик. Можно немного сгладить для простоты. Основной пик бин 9846 и рентгеновский пик 31КФ. Это бин номер 446. Приступаем к калибровке. Идем в настройки и выбираем Calibration Points. Нам необходимо ввести как минимум две точки и мы их вводим. 31КФ, бин номер 4846. И 662КФ, бин номер 9846. Выходим из режима калибровки. Все готово. Теперь можно наслаждаться результатом. Вот и все. Спасибо за внимание.